Музыка Приплывает все, что выбрасывают несознательные люди на улицах в ливневые воды, в туалеты. Это и ватные палочки, и мусор всевозможный, который не растворяется. Вот эта салфетка, которую кто-то бросил в унитаз, влажная, ну вот она, ее оператор, соответственно, да, приходится нам вручную его брать. Любой брошенный акурок или фантик на автобусной остановке, любая влажная салфетка, спущенная в канализацию, попадает в сточные воды. Кто принимает на себя основной грязный удар, как очищают сточные воды, расскажет сегодня программа Экополис. Все исследования сточной воды производятся в ламинарном боксе. Белый халат, перчатки, абсолютная стерильность. На первый взгляд странно, что сточные воды из городских коллекторов и канализаций здесь, в лаборатории водоканала, так тщательно исследуют. Но как только задумываешься о том, куда идут все грязные стоки населенных пунктов, понимаешь, следить за качеством сточных вод, значит, заботиться о чистоте рек и озер. Сточные воды после очистки контролируются по порядка 15-20 показателям. По микробиологическим показателям сточная вода не нормируется на входе в очистные сооружения, но очень жестко нормируется на выходе, потому что обеззараженные, очищенные сточные воды сбрасываются в водоем. По микробиологии, это, скажем, самым главным показателем являются общие калифорные бактерии. Они показывают уровень кишечного загрязнения, и вот для сравнения, после выхода из города вода имеет 10 в 6-й, 10 в 7-й степени микроорганизмов, входящих в группу АКБ. То есть загрязнение 10 в 7-й степени. 10 в 7-й степени. Это гигантское число. На выходе мы должны уменьшить это количество до менее чем 500. 500 и 10 в 7-й. Здесь используется принцип многократного посева. То есть каждая проба рассевается в нескольких повторностях. Чтобы условно не было ошибки, да? Да, во избежание ошибок. В данном случае это обеззараженная сточная вода. По ее внешнему виду видно, что да, эта вода – это не сок. Она прошла обработку по всем стадиям очистки, технологической очистки. Пробы воды отправляют в термостаты и при температуре 37 градусов ровно сутки выращивают микроорганизмы. К слову, если всяких вредностей в воде нет, то и расти будет нечему. Так, собственно, и контролируется качество очищенных сточных вод. Оператор очистных сооружений канализации водоканал Андрей Воробьев работает на самом первом этапе очистки сточных вод. Именно к нему приплывает все, чем богаты городские коллекторы. Вода из сточных трубы попадает прямо сразу на грабельную решетку. Через прозоры протекает, а все, что мусор, зацепляется, поднимается сюда, сбрасывает и сбрасывает в конвейер, и дальше она в евро грузится к контейнера. Я слежу за работой решеток, и в случае, если какая-то большая приплывает, ну просто вызываю слесаря и вместе устраняем неисправность, потому что грабельная решетка должна работать постоянно. В коллекторах скапливаются все эти всевозможные тряпки, набиваются в большие тюки, и это когда, допустим, происходит дождь, может оторвать и сюда приплывает. Тельфером поднимаем. Это у нас песколовки так называемые, то есть это вторая степень очистки. Вода проходит, они устроены как бы в песковой канал, и там три конуса, то есть под силой действия и тяжести песок оседает в эти конуса, и ежедневно мы делаем продувку так называемую. То есть я перекрываю канал полностью, чтобы вода в нем не проходила, ну, возможно, это собираю схему, и начинаю скачивать воду, подается она в те бункера вверху, песок дренируется, вода стекает обратно. Ну и таким образом мы избавляем воду от песка, от тяжелых тренировок. То есть сначала мы от мусора, потом от песка? Потом да, да, это вторая степень очистки. После этого вода дальше поступает в первичные отстойники. А первичные отстойники это вот эти белые штуки? Первичные отстойники это белые вот эти круглые штуки, да, их шесть штук в первую очередь, и там есть такая же на второй очереди. Андрей Воробьев единственный оператор мужчина. На Мехачейский коллектив женский, при этом физический труд очень тяжелый, отмечает Андрей. Плюс зима накладывают отпечатки свои, то есть зимой это мороз, еще нужно почистить это все, чтобы куда добраться, в снег, замерзает это все, это нужно распаривать паром, в общем, достаточно физически сложно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участок очистных сооружений канализации находится здесь, на улице Промышленная, 29. Принимая данный участок у нас хозбытовые стоки от трех районов города, кроме того, ливневые стоки и промышленные стоки от Северстали и Фосагра. Сюда, на правобережный участок, сточная вода поступает по трем коллекторам. Два первых механических этапа мы уже посмотрели. Грабельные решетки и песколовки. Далее стоки отправляются на первичные отстойники. Там происходит осаждение органических соединений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь он избавляется от влаги. Если раньше мы осадок с точных вод отвозили на полигон, что непосредственно тоже оказало негативное воздействие на окружающую среду, то сейчас мы этот осадок пустили в переработку. Да, в оборот. То есть в течение полугода происходит смешивание осадка с корой хвойных деревьев. Мы на данный момент используемся. Смешали экскаватором все это. Дальше оно в течение шести месяцев лежит. То есть происходит процесс перегнивания вот этой вот коры. Далее мы проверяем зольность в лабораторных условиях. Если ее мало, то мы добавляем песка, опять же своего, который мы получаем из песколовок, из продувок. Добавляем песка, опять это все перемешиваем и получаем готовый продукт. То есть, ну, грубо говоря, плодородный грунт. Биологический рекультивант марки Б, который используется для благоустройства территории. Осадок живет своей жизнью, а сточные воды продолжают свой. Путь очистки. После первичных отстойников вода поступает на сооружение биологической очистки. Эти водоемы называются аэротенк. Здесь живут инфузории, коловратки, жгутиковые, кругоресничные. Вместе они образуют активный ил. По сути, живые существа в буквальном смысле съедают загрязнение. Вот так выглядят эти симпатичные и полезные товарищи на рисунке. А вот так под микроскопом уже знакомой нам лаборатории. Вы эти микроорганизмы каким-то образом контролируете? Сколько их? Как это происходит? Да, буквально ежедневно производится отбор проб активного ила с аэротенков. Просматриваются они самым элементарным способом под микроскопом. То есть наносятся на предметное стекло, накрываются покровным. Проба смотрится под микроскопом. В ней визуально определяются, посредством сравнения с определителем, микроорганизмы, которые там обитают. По их состоянию двигаются они, едят они, питаются. Или же они в распухшем и повисшем состоянии. А также по их численности, разнообразию определяется состояние самого активного ила. Если всевозможным инфузориям и коловраткам плохо, технологи увеличивают подачу воздуха. Это сооружение называется вторичный отстойник. Это сооружение также для биологической очистки сточных вод. Здесь происходит отделение ила от сточной воды. То есть та иловодяная смесь, которая после аратенка собираться по системе трубопроводов, поступает в отстойник вторичный, ила саждаться на дно, осветленная водичка поднимается наверх, собираться по сборному лотку и уже по системе трубопроводов подается на микрофильтры. Далее на ультрафиолетовое бездарживание. По дну постоянно ходит илосос. Это сооружение, которое предназначено для удаления как раз ила отделенного от сточной воды обратно в аратенк. Поступление воды круглосуточно, илососы работают круглосуточно, насосы, которые возвращают ил обратно в аратенк, также работают в постоянном круглосуточном режиме. А так выглядит финальный этап очистки сточных вод – микрофильтры и установка ультрафиолетового обеззараживания. Ранее, до внедрения технологии микрофильтрации, эта вода сразу подавалась на ультрафиолетовое обеззараживание. Сейчас появилась у нас дополнительная ступень очистки, так скажем, до очистки на микрофильтрах. То есть эта вода теперь поступает на микрофильтры. Там фильтруется через мембрану 20 микрон, повторюсь, что несколько раз тоньше человеческого волоса. То есть та взвесь, которая еще осталась в сточной воде, она остается на мембране. И уже абсолютно чистая вода поступает на ультрафиолетовое обеззараживание. Микрофильтры как дополнительный этап очистки появился на предприятии благодаря национальному проекту оздоровления Волги. На сегодняшний день мы завершаем, значит, 23-й год и завершаем практически всю программу, которая была предусмотрена данным федеральным национальным проектом. Мы на самом деле снижаем на 2230 тонн в год загрязнений, которые ранее сбрасывались в ходе той очистки, которую имели до этого проекта. Мы снижаем на 6,5 миллионов кубометров загрязненных сточных вод, которые раньше именно относились к такой категории загрязнений. Ну и самое главное, мы на десятилетия вперед имеем самые современные технологические решения по достижению тех целей и задач, которые ставил данный федеральный проект. Сегодня Череповец вошел во второй этап нацпроекта. В городе проводят реконструкцию главных коллекторов. Сохранить чистоту водоемов, а значит, питьевой воды – общая задача. И важно помнить, свой вклад вносит каждый человек. Самое малое, но очень простое дело – бросить окурок или влажную салфетку в урну, а не на дорогу.